Друзья, теперь уже официально всем добрый вечер. Рада приветствовать вас на нашем мероприятии, на онлайн-мероприятии, на котором мы поговорим о трендах в CNB, локальных трендах в CNB. Но сейчас мы про это более подробно проговорим. И я по какому-то такому историческому праву, которую взяла сама себе. Рада сказать первое вводное слово. Меня зовут Евгения Бельская, я представляю компанию CBSD и своих коллег Дарью Храпову, Анастасию Козинченко, слэш Зенцеву. Настя, ну извини, я тебя пока еще все-таки больше с Зенцевой ассоциирую, я переобуюсь. И наша славная команда это CBSD. Мы, возможно, уже вам известны, кому-то точно известны. Кто-то у нас уже учился, кто-то еще только раздумывает, я надеюсь, кто-то только на этапе знакомства с нами. Поэтому очень рады вас приветствовать. Друзья, ну не могли не слышать про жарпи-сертификацию. Мы ее проводим уже для российских студентов, для студентов из других стран более 20 лет. Поэтому, если кто ею интересуется, то приходите к нам отдельно. Мы с удовольствием с вами по этому вопросу поговорим и пообщаемся. Но нынешняя наша встреча про животрепещущие, про то, что происходит здесь и сейчас. И здорово, что получила эта тема такой отклик. Мы получили более там 150 регистраций. Конечно, посмотрим, сколько в итоге придет участников. Но уверена, что вы пришли правильно и получите много ценного и полезного. И также возможность пообщаться друг с оперативно что-то обсудить и чем-то поделиться. Наша команда, еще раз к этому важному вопросу вернусь, она состоит из моих коллег Дарья Храпова. Вот смотрите, какая замечательная Даша, как радистка Кэт в замечательных наушниках. Чудесный человек. Спасибо большое, Настя, что ты приключила слайды. И вот здесь как раз я и Даша. У Даши должность называется комьюнити менеджер, это суперская тема. Даша объединяет всех наших студентов, будущих и потенциальных, и текущих. Делает коммуникацию очень гладкой, смусли, что называется. И большой вклад вносит для тех коллег, которые проходят обучение, сопровождая и помогая на экзаменах во время обучения и так далее. И Анастасия Зенцева-Слэш-Казинченко, это наша звезда. Настя сотрудничает с компанией CPSD уже четвертый год. И является, да-да-да, Настенька, именно так. Является ключевым ведущим преподавателем NJRP сертификации. То есть она знает про CNB все и даже больше. Руками сделала в этой области даже страшно представить, сколько всего интересного и полезного. И, конечно, вы в любой момент можете к ней постучаться, для того, чтобы она вам что-то рассказала и о себе, и о том опыте, который у нее уже есть за спиной. Вот. Так что давайте передам быстренько микрофон Даши и Насте, и уже будем переходить к теме нашей встречи, чтобы не терять ценное время. Ой, Жень, ты так прекрасно всех представила, что я только хочу всех еще раз поприветствовать и сказать, что очень надеюсь, что для всех эта встреча будет полезной и плодотворной. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в чате. И, Настя, передаю слово тебе. Да, коллеги, большое спасибо. Так, надеюсь, меня слышно, видно. Прием, прием. Коллеги, какие вопросы в чате, да? Да, так бывает. И, кстати, давно. Это ее, знаете, как смеюсь, чисто и чаровская такая шутка, что мой супруг прошел испытательный срок, да, и можно было поменять фамилию. Ну что ж, давайте тогда возьму слово на себя. Всех очень рады приветствовать. Всем большое спасибо за подключение, что вы вечером, в среду нашли возможность вообще быть здесь живьем вместе с нами. У нас достаточно большое количество человек, и это, конечно, большая ответственность, кстати, в том числе, потому что сегодня мы выбрали очень ответственную тему, да, то есть, наверное, местами даже где-то может быть неблагодарную. Имею в виду, что говорить про тренды сегодня, согласитесь, сложно. Да, да. И, конечно, для нас это был большой вызов для нашей команды. Мы не буду уж таить, да, от вас секретов. Мы сходили, посмотрели, что говорят великие умы, да, в области HR. Это такие, как Берзин, Дэвид Грин, да, и так далее. То есть, и, кстати, несколько интересных слайдов я прям выцепила, я вам покажу. Вот. Более того, вы знаете, пока вот мы собирали эту информацию, не сложилось какого-то четкого понимания именно трендов. Поэтому с вашего разрешения давайте сегодня использовать слово тенденции, ну, то есть те тенденции, которые мы видим с вами на рынке сегодня. И как раз-таки тогда уже отводного слова своего, да, мы переходим к нашей презентации. Со мной вы уже познакомились, и я очень надеюсь, что с многими из вас я знакома. Если нет, то обязательно приходите к нам на GRP. Ну, а о нем расскажем, кстати, немножко попозже. Но действительно сертификация, кстати, да, то есть очень многие коллеги вызывали свою озабоченность касательно того, будет ли возможность продолжать обучение, да, там и так далее. Коллеги, отставить все сомнения, то есть сертификация здесь с нами, то есть они все так же принимают экзамены, и у нас с вами есть уникальная возможность стать мировыми экспертами в Total Rewards, да, то есть это безусловно. Я хочу с вами познакомиться. У меня заготовлен джемборд, можете им пользоваться активно, переходите по ссылке, пожалуйста, то есть можете к QR-кодам. Буквально пару слов расскажите, пожалуйста, о себе. Я также, кстати, открою чат, да, чтобы было всем удобно. Пару слов. Индустрия, ваше направление, вы являетесь компонбеном или, может быть, HR-бизнес-партнером, да, параллельно с этим открою у себя также на телефоне джемборд, чтобы у меня была возможность и в чате посмотреть ваше приветствие, и в том числе, да, на доске. То есть клейте стикеры, используйте удобный формат, да, и давайте знакомиться. То есть индустрия, да, это знаете, как если бы я отвечала на этот вопрос, я бы написала следующее, что Настя CNB 15 плюс IT. Это знаете, как, да, звучит, конечно, 15 плюс серьезно. Ой, Даш, большое тебе спасибо за удобство, да, что ты скопировала, очень заботливо. Да, так что, коллеги, выбирайте любой удобный способ, нас сегодня много, вот, поэтому активно используйте чат в том числе. Давайте я его, я не знаю, вам, кстати, вот видно, когда я чат у себя раскрываю? Не знаю, сейчас я смотрю. Да, о, он раскрылся прям сильно. Да, прям используйте любой способ, да. Я думаю, что если бы, Женя, ты бы, наверное, писала, ты бы написала бы обучение развития, не знаю, я сейчас сочиняю, конечно, там, сколько у тебя тоже, кстати, 15 лет, да, в этом году было тоже 15, или больше, совокупный опыт, у тебя, наверное, побольше. Нет, Настя, я думаю, 15 лет, это тоже маленький срок. Коллеги, кто-то калякает. Да, 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 но смотрите, кто-то пошел путем написания информации в чате, в чате зумовском, Настя, посмотри, пожалуйста. А если, коллеги, перейти по ссылке, то можно вот как раз на аборде написать. Да, так, все, началось, началось. Так, у меня тут просто рядом лежит телефон, поэтому я смотрю и в чате смотрю внимательно. Так, Света, Синби, Синби, Т. Так, всех рада приветствовать, Анна, Эдтех. Синби недавно, но самое сердечко, это правда. Так, Попова, Ирина, ой, добрый-добрый вечер, 10 лет, опыт в HR. Так, поняла. Мария, ой, Маш, привет, как тебе рада, очень часто, да, думаю о тебе. Да, Синби, Т. Саша, 20 лет, мне кажется, это, Саша, мы знакомы. Лариса, Почта России, ой, как интересно, кстати, да, коллеги, с Почтой России пока не пересекалась в Синби-вопросах, но было бы очень интересно пообщаться. Под большим впечатлением, конечно, вы же наращиваете экспертизу, по-моему, Почта Тех у вас называется, да? Вы прям там молодцы, прям крутые штуки делаете. Ольга Воробьева, Ирина, IT-компания, в HR, 15 лет, подбор, Синби-новичок. Ой, классно, Ирина, хорошо, что подключились. Так, Наташа, HR, 12, Синби, 7 лет. Так, надо приблизить, а то я не успеваю за вашими стикерами. Ой, ЛНГС, Екатерина, 6+, Катя, 8 лет, ИТ-Синби, прекрасно. Так, Елена Колосова, 15+, производство. Ой, классно, там, наверное, хардкор. Прям то, что мы с вами любим. Так, слушайте, у нас прям профильное сообщество. Слушайте, так, классно, у нас как раз можно будет дополнить те тренды, которые я для себя отметила, да, на базе тех знаний и в том числе информации, которую собираю вокруг себя. Моими источниками, да, информации являются исследования. Конечно же, профессионалы, которые учатся на JRP, то есть мы очень активно с ними обсуждаем тренды. Вот, поэтому, да, здорово. Вот, поэтому, конечно, у нас сегодня прям профильная такая встреча. Так, Ольга. Оля, Синби, фарма, 9 лет. Кстати, вот интересно, что творится в фарме. У меня будет, кстати, через несколько слайдов к вам как раз вопрос, что вы видите у себя с точки зрения трендов. Поэтому, коллеги, пока подумайте, да, там 1, 2, 3. Ну, вот все, что приходит на ум, да, то есть ваше мнение очень важно. Ульжан, Казахстан, Синби, более классно. Ой, сейчас в Казахстане, конечно, HR, наверное, Синби даже скорее просто супер развивается у вас. Ульяна. Ой, Ульяна, привет, очень рада тебя. Так, ИТ-компания, 10 лет, Ирина, Вилла, HR, 15 лет, первые шаги в Синби, здорово. Так, возвращаюсь к нашим стикерам. Ирина, 10+, в Синби, международный опыт, да, да, да. Мы как раз про международный опыт недавно говорили в рамках... Ой, это я пальчиком-то трогаю. Так, в рамках Синби. Так, ну, коллеги, вижу, что большинство уже, мне кажется, прокомментировали. Валерия, HR, Ди, Казахстан, производство. Да, кстати, коллеги тоже из Казахстана. Вас не очень много сегодня на звонки, да, ну, потому что тема у нас, в принципе, была так обозначена, да, локальные тренды. Но тоже, если сможете поделиться своими вот такими трендами, которые вы видите, тенденциями, как я заменила это по-хитрому сегодня, вот, то буду вам очень признательна тоже. Так, ну что ж, дорогие друзья, коллеги, я думаю, что нет причины нам откладывать путешествия. Слайды уже заготовлены и ждут нашего с вами погружения. Тем более, время позднее, не хочется вас задерживать. Давайте поговорим, соответственно, так, что происходит в мировом сообществе. Я думаю, что многие из вас видели отчет Гартнер, да, который вышел абсолютно недавно. Но на что бы я бы хотела прям заострить ваше внимание. Да, отчет очень известный, исследование, каждый год, он прям очень комплексный такой. Ну, посмотрите, то есть выделили топ-5 приоритетов на 2023 год с точки зрения мирового сообщества. Да, мы сейчас с вами начинаем, как бы, грубо говоря, локальную картинку с Helicopter View, так сказать, да, с такой сверхнеуровневого погружения. И, соответственно, прям невооруженным глазом нам с вами видно следующее. Первое – это организационный дизайн и управление изменениями. И я бы здесь прям отдельно подсветила бы орг-дизайн, орг-структуры, организационные нарезки. Мы с вами неоднократно будем к этому возвращаться, потому что я более чем убеждена, что есть аналогичный тренд у нас с вами на локальном уровне. Вот, но помимо этого, смотрите, что коллеги пишут про опыт сотрудников Employee Experience. Честно сказать, мне кажется, про Employee Experience мы с вами услышали, ну, когда? Ну, лет пять назад, да, то есть потом помните, да, та же самая международная компания Mercer трансформировала на Method Employee Experience в Human Experience, Talent Experience. Последний из такого экспириенса, из того, что я видела, я видела Digital Employee Experience, да, то есть это какой диджитал опыт сотрудник получает внутри компании. Но при всем при этом опыт сотрудников, это прям, хочется сказать, тренд, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что это тема не сегодняшнего дня. О ней говорить мы начали с вами год-два назад, это точно. Поэтому, да, в мировом сообществе происходит определенное изменение, но вот они отмечают. Хорошо? Эффективность лидеров, и здесь, конечно, какие-то комментарии излишние. Мы с вами понимаем, что здесь, конечно же, про эмоциональный интеллект, да, про выгорание, про всякие такие вещи. То есть, наверное, компенсациям и льготам имеет опосредованное значение, но если мы с вами чуть шире развернем все-таки, да, термин льготы, то, конечно же, мы с вами поймем, что вот эта вот та самая забота, да, то есть тот пакет льгот, который мы предоставляем, это все в том числе и здесь. Как бы не напрямую, да, соглашусь, косвенно, да, будете правы, если так скажете, но в то же время имеет место быть, да, то есть я бы вот здесь небольшую лимковочку сделала. Следующий, четвертый у нас, это будущее работы и планирование ресурсов и талантов. Коллеги, ну, невооруженным глазом, мне кажется, видно слова, которые относятся к нам про ресурсы и таланты, да, и вообще идентификация, мотивация сотрудников на будущее, да, то есть все-таки, все-таки, несмотря ни на что, да, то есть это большой тренд и рекрутмент, да, то есть рекрутинг. По-другому, неважно, talent acquisition это можно назвать, здесь, конечно, большой вызов. Я думаю, что с точки зрения, если мы возьмем с вами всю HR-специфику на следующий год, коллеги из рекрутмента, они, конечно, в большом вызове, то есть я думаю, что функция будет существенно перестраиваться, то есть мы уже с вами видим разную динамику, да, то есть если сделать, кстати, с точки зрения рекрутмента, рекрутмента, линковку на локальную ситуацию, да, то есть здесь вообще не вижу какой-то синхронности, что имею в виду, то есть в одних компаниях у них происходит какой-то бум и вакансии закрываются моментально, в других компаниях определенный спад. Ну, понимаете, что условия поменялись, да, ситуация поменялась, плюс, конечно же, как бы определенные такие, да, как бы новые правила игры, которые появляются здесь, конечно, большая проблема. То есть если бы, наверное, мы с вами разговаривали бы, ну, где, ну, я не знаю, в мае, например, да, я бы вам точно сказала, что, коллеги, не переживайте, сейчас, скорее всего, начнется падение рынка, особенно с точки зрения переплаченных должностей, да, то есть рекрутмент будет уже более спокойный, не будет этих плюс миллиардов, да, в оферах, и как-то мы с вами успокоимся. Сегодня вот буквально, да, у меня с утра было там несколько встреч, я с коллегами так, ну, пообщалась на эту тему, и мы понимаем, что чуть ли не еще один супер большой рост, да, планируется на локальном рынке, но будем наблюдать, будем смотреть. Конечно, мы с вами здесь говорим не про такие массовые должности, да, а про уникальные, senior middle plus, да, вот про эту всю историю. Дальше очень интересная, Джон Берсин, он не отстает, просто мой любимчик с точки зрения трендов, мне кажется, никто так часто не выпускает тренды, как Джош, о чем он нам говорит. И, кстати, есть парочка очень интересных тем. Первое, он очень активно использует термин про power skill economic, да, economy, о чем имеется в виду, то есть тема вообще оплаты за навыки, то есть skill-based pay, она началась, ну, коллеги, кто помнит, ну, года три назад, четыре, мы прям с вами активно начали это все муссировать, может быть, даже больше, кстати, может быть, я ошибаюсь, вот, и мы начали говорить, что оплата за навыки, вроде это как старый метод, но мы перешли на оплату за эффективность, теперь у нас навыки, но это вроде как не ко всем должностям применимо. Так вот, дорогой, любимый Джош говорит о том, что все, мы с вами уходим в историю про навыки, навыки имеют самое ключевое, самое важное значение, то есть общий посыл его мысли в том, что все мы бежим быстро, да, и помните, как Алиса в стране чудес, что для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать еще быстрее, да, и что эффективностью вы, ну, уже, ну, не то чтобы не удивите, но это такая история базовая. А вот история за навыки, то есть, приходя в компанию, ты приносишь с собой определенный ресурс, определенные знания, навыки, способности, и вот как раз-таки за это имеет смысл платить. Вот, дальше, соответственно, его мысли, да, накроются в том, что кризисы и сложности в поиске талантов, это мы с вами обсудили, абсолютно никакая не новость, мы понимаем, что это большой вызов, и, вы знаете, я вот иногда просто думаю, я уже не знаю, да, как нужно пересобрать, да, с точки зрения, давайте как, не внутрянки, а элементов именно стратегии совокупного поощрения, чтобы это было вкусно и интересно и не повторяться. Вот, честно, пока такой-то творческий кризис, надо где-то искать вдохновение, вот, потому что реально все компании очень активно, да, там внедряют одинаковые практики, давайте будем честными. Да, и, конечно, война, ну, то есть, если раньше мы могли с вами сказать о том, что, ну, рынок немного меняется, вроде бы это у нас уже рынок работодателя, помните, да, эти все темы? Да, то сейчас, конечно, ресурсы, ресурсы, еще раз ресурсы. Следующее, оптимизация численности в 23-м году, кстати, это очень интересная тема у мировых гигантов, то есть уже даже, коллеги, помогайте, кто руководитель у нас в Фейсбуке Мета? Забыла имя? Ох, спасибо тебе большое, Жень, да, действительно, Марк Цукерберг, прям, друг просто мой, чай постоянно пьем, забыла, как друга зовут. Вот, ладно, давайте. Назад Марк Цукерберг буквально недавно объявил, в рамках, кстати, своих постоянных постов и таунхоллов с сотрудниками, да, на Фейсбуке он там регулярно пишет разную информацию, можете, кстати, да, там, для интереса посмотреть, вот, о том, что в следующем, что экономик не оправдала там надежды его и Борда, и в следующем году Мета планируется сокращение. Кстати, то же самое, да, я наблюдаю и в Озоне. Будет ли это массовым трендом? Не знаю, но вот со стороны, как бы, Джоша, да, то есть есть такая, какая-то, ну, какое-то опасение, я бы так, да, наверное, сформулировала. И последнее, то, что мы с вами буквально через один слайд будем очень активно разглядывать, коллеги, и это честно, вот, мне кажется, что это какой-то глоток свежего воздуха и прорыв. Это запуск HR-маркетплейса на SuccessFactors, то есть это единая общая система. То есть если раньше, например, мы с вами говорили, что маркетплейс, ну, знаете, да, где ты можешь размещать свои навыки, знания там, и, например, в рамках одной компании, если, например, у руководителя есть бюджет, он может нанять человека дополнительно, если бы не хватает ресурсов, ну, не знаю, там, склепать презентацию, либо еще что-то такое сделать. Ну, я очень утрирована, но приблизительно это так. Да, и большие мировые гиганты, да, кстати, и у нас, в том числе в локальной практике, такие уже инструменты появляются. Так вот, SuccessFactors буквально в сентябре объявил запуск, да, то есть launch этой новой фичи. И более того, с точки зрения именно запусков и анонсов, это самый громкий и самый существенный, да, то есть хочется добавить немножко драмы, да, то есть драматический, наверное, момент после запуска ядровой системы, да, то есть, конечно, у них там были разные обновления, они запускали разные дополнительные инструменты, но вот это, это прям очень интересная история. Я вам ее буквально через слайд покажу, у меня там есть слайдик прям с их презентации. Если мы с вами продолжаем историю про именно SuccessFactors, вот смотрите, то есть о чем здесь говорится, прям очень хочется вас в это вовлечь. То есть обратите внимание на цветовые стрелочки, то есть фиолетовая стрелочка – это возможность интеграции с рынком между компаниями, да, то есть SuccessFactors – это уже становится не только внутренней системой, но и как бы возможностью создать некие пулы, некие конгломераты, может быть, какие-то сообщества, да, и так далее. То есть что, какие форматы у вас могут быть? Пул менторов, какие-то, например, роли, контент для обучения, который вы можете шерить между компаниями. Не надо каждой компании создавать свой корпоративный университет, да, то есть вы можете как бы делать общий такой шеринг. Ну, понятное дело, курсы для обучения как вытекает, и сама возможность работы – это как раз-таки HR Marketplace, что они называют. И формулируют это словом «рынок возможностей». Синенький – это интеграция навыков-атрибутов, да, то есть как у вас идут взаимодействия. И обратите внимание, что слово «навыки» используется здесь не единожды, да, то есть тоже коллеги очень большой фокус делают на ту наработку, на те самые навыки. Я ни в коем случае не призываю, да, то есть у вас прям очень активно сейчас менять модель компенсации и перестраивать ее в сторону, например. Там все, оплата за эффективность не работает, теперь все переходят в оплату за навыки. Но я думаю, что эта тенденция прям никогда сейчас актуальна. Ну, опять-таки, с точки зрения того, какие тренды у нас в мировом сообществе. Дальше, портфолио развития по модели. Это, кстати, очень интересная модель, мы ее не будем сегодня раскрывать, но если вдруг у кого-то есть интерес, запрос, вы прям обязательно приходите через Женю, через Дашу. Мы прям отдельно, может быть, даже какой-то вебинар сделаем, поговорим, если будет большой интерес с вашей стороны. Ну, и видите, да, то есть есть определенные как бы соединения, да, то есть выводы о навыках, некая библиотека даже, видите, вот здесь называется-то пользовательских атрибутов. То есть, гробо говоря, что это будет? Смотрите, вот вы в компании, у вас есть сотрудники, вы копите библиотеку навыков, то есть я, Настя, в моих навыки входит. Отличное владение Excel, там, PowerPoint, там, я не знаю, например, вслепую печатать, там, создание моделей, да, там, участие, там, создание таких-то проектов такой величины, там, и такой-то там детализированности и так далее, да, там разные другие навыки, сертификаты, может, можно еще подтянуть. И, соответственно, когда в компании открывается новый продукт, проект или нужен новый человек, вы понимаете, как руководитель, какие навыки вам нужны, идете вот в библиотеку, да, то есть и таким образом вы, соответственно, уже собираете команды. Выводы с помощью базовой антологии навыков, да, сотрудники с навыками влияния и способностью принимать, отклонять, библиотека, результаты, рекомендации, кстати, по поиску на платформе рынок возможностей, да, вот этот тот самый HR Marketplace уже говорила вам. И задания могут быть созданы под динамические команды, ну, чувствуете, да, вот это проекты, продуктологи, команды, динамика, собрались, делали, разбежались, а вообще вы еще находитесь в разных локациях, ну, чувствуете, да, эту всю историю. Так что, коллеги, оргдизайн, я бы так это сказала, знаете, вот в сухом остатке, давайте вот про Синбишку именно, да, оргдизайн и вот история с навыками, я думаю, что она прям, ну, и, конечно же, давайте третьим пунктом я не могу не произнести это вслух, это все, что связано с заботой сотрудника, да, человекоцентричный подход, льгота и вот это вот все. Продолжая эту тему, вот этот слайд просто прям, мне кажется, моя любовь в очень классной стилистике Джоша, соответственно, карьера, и смотрите, как интересно, то есть, ну, тут базовые такие вещи, мы с вами уже с ними знакомы, типа, изначально карьера у нас, развитие карьеры внутри компании, потом ты сам как двигатель карьеры, дальше, карьера как работа, как двигатель карьер, наоборот, да, и вот здесь посмотрите, твои навыки, как двигатель, карьера, ну, то есть, все нас как бы подводит к этому, да, то есть, и здесь мы говорим с вами, что ваши навыки определяют вашу ценность, Т-образная карьера, ну, вот тоже здесь могу поспорить, ну, ладно, Джоша спорить нельзя, вот, ну, как бы, да, окей, ладно, Т-образная, и мы все оказываем сервисные услуги, то есть, мы переходим на сервисные модели, то есть, какой сервис ты можешь оказать, и вот это, конечно, очень такой интересный разрыв шаблона, потому что пока мы с вами всегда говорим про эффективность, результативность, да, и вот эти все вещи, будет интересно, как это будет трансформироваться, конечно, ну, что ж, коллеги, давайте перейдем к нашим локальным трендам, я вам дала, собственно, вопрос в чате, Ирина пишет, правда, так получилось, что Ирина написала мне сообщение, но, видимо, просто, что такое Т-образная карьера, можешь пояснить, пожалуйста? Да, смотрите, коллеги, Т-образная карьера, все очень просто, то есть, у вас есть шапочка, да, вот эта палочка, грубо говоря, у Т, и это ваши, как бы, навыки, ну, то есть, вы знаете, как работать с компьютером, вы знаете то и все, а Т-образная, то есть, у вас есть определенные углубленные навыки в какой-то экспертизе, ну, то есть, вы, как бы, владеете общей информацией, да, и параллельно с этим, например, вы, ну, грубо говоря, вы HR-бизнес-партнер, то есть, вы все знаете про HR, и, помимо этого, вы очень хорошо разбираетесь в СМВ, вот ваша Т-шка. Почему я так задумалась, ну, давайте, раз уж мы эту тему затронули, почему я так задумалась, потому что Т-шейп карьера, это называется Т-шейп, да, она, господи, ну, сколько мы так давно об этом говорили, не знаю, лет 10 назад, мне кажется, все говорили, что должна быть какая-то экспертиза, и на смену Т-шейп пришел Е-шейп, ну, опять, чувствуете, да, вот эти карьеры 1-0, 2-0, короче, и Е-шейп, получается, что тебе недостаточно уже быть экспертом в CNB, тебе надо еще подтянуть, например, маркетинг, а еще разбираться в финансовой дисциплине, ну, чувствуете, да, то есть опять крышечка у Е, и, соответственно, вот эти вот палочки. Вот, исходя из тенденции рынка, вот мне кажется, Е-шейп более похожа на правду, но опять-таки я не Джош Берзин, моя экспертиза – это пылинка по сравнению с его, наверное, он что-то знает лучше, поэтому указал Т-шейп, да, то есть, но это оригинальный слайд, кстати, с его как раз-таки исследованием, да, то есть, если вдруг кому-то будет интересно, вы к этому сможете вернуться на его сайте, в принципе. Так вот, давайте, что вы видите, какие тренды, очень интересно ваше мнение, вообще схоже ли оно с мировыми трендами, буквально пару слов, коллеги, напишите в чате, давайте, чтобы было всем удобно, то есть, что вы видите, там, пару слов, да, какие вот у вас тренды, наверное, если бы меня спросили, вот сейчас попробую абстрагироваться, какие бы тренды я написала, написала, ну, точно, я бы, вот если сейчас совсем выкинуть и забыть все слайды, что нарисованы, я бы написала, наверное, бы работа с окладом, да, то есть, как мы сравниваемся с рынком, что такое рынок, вот прям, это такая краткосрочная, конечно, стратегия, но это надо прям все перелопатить. Тун-тун-тун-тун-тун, сейчас я думаю, переменка, переменка непонятна, тут, наверное, я бы взяла паузу, ну, и, наверное, те самые льготы, наверное, я бы взяла, ну, и оргдизайн, конечно, да, наверное, я бы выбрала таким образом. Так, так что, коллеги, ждем ваши ответы, очень интересно, какие тренды вы видите, то есть, что у вас сейчас в работе происходит. Тут, знаете, как, довольно часто во время GRP-обучения меня студенты постоянно спрашивают, там, Настя, дай формулу, там, секретную пилюлю, знаете, какая-то, или, Настя, вот скажи, как здесь должно быть правильно. А вы же прекрасно понимаете, что правильно – это очень относительная тема. Вот, да, так что, так, Женя, ты какой-то вопрос по системам грейдирования, плоские команды, оргдизайн. Да, спасибо большое. Да, кстати, про грейдинг сейчас очень много разговаривают, конечно. Автоматизация. Настя, да, просто стояла, что коллеги могут писать только мне и Даше, но сейчас появилась эта возможность, поэтому, друзья, пишите в общий чат, уже будут вопросы появляться у всех. Настя, а про дублировала, да, я, это был вопрос, ну, вот, пояснить какие-то, видимо, дать пояснения по вопросам грейдирования и далее. Всё, тогда чат работает уже для всех. Пишите, друзья, какие вопросы актуальны и что хотите, чем поделиться. Да, да, да. Ой, Саилма, добрый, добрый вечер, очень вам рада. Спасибо, что нашли возможность подключиться. Так, Саша, автоматизация, да, конечно, конечно, поддерживаю тебя, как никогда. Более того, кстати, у меня было некое ощущение, что бюджеты на автоматизацию будут очень сильно сокращены в этом году. Ну, я думаю, все прекрасно понимают причины. Вы знаете, я пообщалась с коллегами, и вот из там шести коллег, с которыми я общалась, никто не подтвердил, что бюджет на автоматизацию был урезан. То есть коллеги подтвердили, что да, он не расширялся, ну, понятное дело, да, но что в этом году он остался прежним. Вот очень интересно с точки зрения следующего года, как это будет, но автоматизация действительно очень важна. Да, Светлана, автоматизация КП. Кстати, тоже сейчас этим занимаюсь, не поверите. Так, Елена, пристальный контроль базовой оплаты, фокус на ВП работодателя. Да, кстати, это очень важно, потому что это прямо одна из ключевых вещей сейчас для привлечения. Проектные команды, проектная мотивация. Да, 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 да. Даже знаете как? Тут надо как бы важно разобраться в терминологии, что такое проект. Но я бы даже это расширила до продукта. То есть какая-то некая продуктовая мотивация, то есть с горизонтом там некраткосрочным. То есть вот так еще бы, да. То есть вообще существует ли сейчас вообще долгосрок? Вот тоже, да. Кстати, также коллеги вот буквально вчера приходили там, переписывались, спрашивают, что с LTI будет, да. То есть что там мы делаем, как вообще происходит. Конечно, здесь каждый по-своему. Я вижу тенденцию потребности деления персонала по поколениям. Кстати, интересно. И индивидуальный подход к каждому при разработке льгот. Да, есть такое. Только, знаете, Светлана, я бы сказала не по поколениям, но может быть и в том числе. Но я вот, например, приверженец системы по поведенческим все-таки индикаторам. Очень люблю систему диск. Вот она такая базовая, очень простенькая, но может дать много вам полезной информации. Надбавки на доп. объем, разовое премирование, автоматизация, да, Олига, вот прям вообще в тему. Работа с производительностью, апгрейд общего совокупного вознаграждения, замена LTI, перенастройка STI. Господи, Маш, ты перечислила, по-моему, весь Total Rewards. Оптимизация затрат и забота о сотрудниках. Ну, совсем, ладно. Ну, почти. Да. Ольга, значит, Велбинг. Кстати, знаете, что интересно, я это говорила в прошлый раз, что с точки зрения мировой практики Велбинг вообще сейчас ушел на некий там задний фонд. и, конечно, ну, если они говорят в призме Велбинг, это только о финансовом Велбинге, да, как сменились у них приоритеты. Так, Саш, переход LTI в кэш и вообще. Да, 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 ты все правильно говоришь. Буквально вот эту тему обсуждали, как компенсировать общий доход, когда LTI, как бы, ну, вы сами понимаете, где. Особенно, если мы говорим с вами про программы с реальными акциями, да, то здесь как бы у всех вопросы. Но не все, кстати, Саш, компенсируют, да, то есть тоже важно понимать, что, да. Так, Лариса, продуктовые подходы. О, да, согласна. Так, Анна, автоматизация бренд-работодателя, привлечение сотрудников для оптимизации затрат. Вот это, кстати, очень интересно, знаете, про привлечение сотрудников из одной функции в другую, потому что иногда бывают очень сильные, очень сильные политические моменты, когда в культуре компании этого нет. И вы знаете, я встречалась с этим, когда говорят, что проще взять со стороны, чем, соответственно, мне тут это внутри компании кого-то тут искать. Да, то есть это вот такой важный момент. Супер, коллеги, большое спасибо. На самом деле это как раз и является отражением в том числе и моих мыслей, то есть мы с вами прям на одной такой волне. Давайте все-таки немножко раскрою, что для вас приготовила, ну и посмотрим тогда на мои выводы. Соответственно, сейчас раскрою этот слайд. Что важно сегодня? По итогам. Да, конечно же, безопасность. И что интересно, нас об этом предупреждал еще, или как-то, наверное, навигировал, Deloitte. То есть, если помните, Большая Четверка выпускала каждый год свои HR-овские тренды. Я думаю, кстати, они продолжают это выпускать, просто не в русском языке теперь. Вот. И они, когда там вышел отчет, мне кажется, года четыре назад, или, может быть, даже больше, они говорили, что социальная нагрузка на компании, на предприятия, да, она очень сильно растет. И, конечно же, мы это с вами видим сегодня. Да, начиная от того, от требований к полюсу ДМС. Если в полюсе ДМС у вас не покрывается восстановление после кобеды, ребят, ну давайте посмеемся, да. Ну то есть, это несерьезно. То есть, чувствуете, да, вот это вот напряжение, некое давление. С точки зрения безопасности, мы, конечно, говорим с вами про трудовые контракты бессрочные, да. Мы говорим с вами про выплаченную заработную плату. Да, про сохранение там обязательств полностью или частично по переменному вознаграждению. Это все здесь. Так, давайте пока откроем. Открылся индивидуализация всего, вознаграждение, льготу, графика работы. Ну да, то есть, мы переходим с вами в культуру индивидуума. Давайте дальше. Темп работы, получение результата. Это как раз-таки отсылка к Джошу нашему, да, который говорит о том, что вообще управление эффективностью, как таковое, это уже некая норма, некая, не знаю, грубо говоря, красная линия, которая у вас лежит в базе вообще всего. Да, поэтому это уже некие требования, которые должны быть априори. Третье – это статус работодателя. Я думаю, что все прекрасно понимают, о чем идет речь, и это сейчас имеет значение. Четвертое – потребность, да, и, наверное, суперзавышенные ожидания от HR, что HR знает все, что мы можем ответить на любой вопрос, что мы всегда должны направить, перенаправить, починить, там, решить любые вопросы. Вы знаете, я с этим прям сталкиваюсь очень активно в последнее время, и вот эти вот ожидания того, что ты как волшебная фея прилетишь и там палочкой своей там взмахнешь и все решилось, они прям существуют. То есть здесь, конечно, вопрос того, что мы вообще как сутевую, да, вещь мы закладываем в HR. Вообще, кто такие HR? Ладно, да. То есть у меня здесь есть одна история, но, ладно, расскажу ее потом лично коллегам, с кем встречусь. Следующее – гибкие инструменты управления, и здесь вопрос. Смотрите, то есть если мы говорим с вами о том, что наши компенсации и льготы заточены на, скажем так, стопроцентного, да, сотрудника, который находится на трудовом бессрочном договоре, то работает ли ваша система, если это будет удаленщик, если это будет ГПХ, например? Будет ли платиться премия? А что будет с пересмотром заработной платы? Потому что сейчас форматы трудоустройства как никогда актуальны, да, именно, как бы, не, скажем так, необычные. Потому что у нас есть сложность с количеством и качеством наших талантов, и мы должны предоставлять уникальный и качественный сервис, да, вот опять, если возвращаться к сервисной составляющей, да, нашим сотрудникам, вне зависимости от того, где они находятся и на каких условиях, да, потому что здесь начинаются очень большие проблемы, готовы ли мы к этому. Орг-дизайн, и, кстати, знаете, вот, наверное, орг-дизайн я бы не вынесла на первое место, но я сейчас подумала, что, наверное, для меня, вот если вы меня бы спросили лично, орг-дизайн это чуть ли приоритет не номер один, да, то есть это структура, функционал, какой функционал у вас лежит, как вы его распределяете, да, и модели организационной нарезки, может быть, более плоские структуры, да, сейчас как бы к этому идет, потому что тяжелые структуры, они сильно бюрократизированы, конечно, вздохнуть не дают, это факт, да, то есть что у вас лежит в грейдах, да, насколько грейды взаимосвязаны с функционалом, насколько у вас это все привязано к системе пересмотра заработной платы, да, то есть это все единый организм, и без качественного орг-дизайна, конечно, вы, ну, никуда. Репутация, безусловно, репутация сейчас имеет большое значение, и как раз присоединюсь к коллегам, кто отметили EVP, да, то есть бренд. Коллеги, поставьте себя на мьют, пожалуйста. Вот. Вот, поэтому, возвращаясь к этому моменту, да, то есть бренд работодателя имеет большое значение, как и следствие, да, того, как мы с вами все это устраиваем внутри, ну, и путь сотрудника без этого уже, наверное, никуда. В целом, если мы с вами развернем C и B по отдельности, то я бы продиктовала следующий, наверное, продиктовала, как учительница, конечно, я сказала, я бы поделилась бы с вами следующими трендами. Смотрите. По компенсациям, что я для себя отметила, и хочу рассказать вам об этом. То есть по компенсации мы отмечаем, что такое вообще рынок, да, изменился подход к сопоставлению с рынком, как он видоизменился, какие у нас есть новые сравнения, функционал должностей, более того. Помимо этого, например, да, в большинстве обзоров мы с вами принимали участие, когда это был конец, ну, там, середина-конец лета. Например, сейчас что творится с рынком, ну, посмотрим. То есть у меня нет ощущения, что даже те данные, которые я получу, они будут прям 100% релевантны. Понятное дело, что у меня нет других данных, мне придется с ними работать, но вопрос актуализации изменений, конечно, он остается здесь. Инструменты удержания. Мы говорим с вами про разные welcome бонусы, которые набирают очень большую популярность. И здесь, конечно, каждая компания платит по-разному. Кто-то платит сразу все, кто-то платит один оклад, кто-то платит два оклада, кто-то заключает договоры займа, например, кто-то платит частями, какой-то универсальной ситуации нет. Но, конечно же, в фаворе, в топе компаний, которые платят все сразу. Я таких компаний знаю, кстати, не с 2, 3, 4 даже штуки. Дальше. Компенсация льгот, то есть финансовая выплата в замещение, либо в дополнение к льготам, как некая дополнительная льгота, что ты можешь себе что-то дополнительно купить. И дальше выплаты ранее стандартной даты. Мы с вами здесь говорим больше про переменное вознаграждение. Когда даты смещаются и как бы стараются компании выплачивать быстрее, чем это было раньше. Смещение фокуса на оплату за навыки. Мне кажется, мы очень много с вами здесь проговорили. И действительно, внутри даже локальных трендов я это в том числе вижу, и мы с коллегами это отметили. То есть навыки и приобретенные знания это некое новое золото, которое в перспективе двух, трех, пяти лет будет стоить очень дорого. Что любопытно, я хочу отметить наращивание фиксированной части компенсации. Мы с вами об этом говорили в начале пандемии, и компании уже делали первые подвижки в эту сторону, и тренд остается. То есть здесь мы говорим с вами о том, что увеличивается именно фиксированная часть, то есть деньги здесь и сегодня, и изменяется срок выплаты премий. Но параллельно с этим, чтобы вас не обманывать ни в коем случае и предоставить наиболее полную картину, другие компании, например, я бы тут разделила прямо на два блока их, другие компании же наоборот не изменяют размер премий, оставляют фиксированную часть, но зато они изменяют период выплаты этой премии. То есть, например, премия была на году, они сместились на полгода. Было на полгода, сместились на квартал. Да, то есть там, ну и понимаете, другая тенденция. То есть здесь на самом деле я какой-то общей, да, такой прям общего направления компании не вижу. Вот с кем общаюсь? Большие компании, да, для них, конечно, изменения, это очень сложно. Они там, например, уходят в более частую выплату. Другие компании, например, они наоборот наращивают фиксированную часть. Здесь смотрите, наверное, какая будет моя рекомендация. Внимательно посмотрите внутрь себя. Соберите аналитику и посмотрите, что значит переменная часть для вас. Да, там, и что вообще будет более мотивационным в вашем случае для сотрудников. То есть гипотетически, если, ну, например, да, представим, что переменная часть носит чисто условный характер, например, да, то есть вы ее платите там почти всегда в общем объеме, ну, то есть в полном объеме, то тогда надо задуматься, может быть, стоит поднарастить фиксированную часть, если все равно так или иначе это и есть, как бы, да, постоянные ваши расходы. Пускай даже вы называете их переменными, да, то есть тут надо взвесить плюсы-минусы. По льготам хочется отметить следующее. Конечно же, возрастание и большая тенденция на базовые льготы для членов семьи. Это в том числе и мобильная связь, и стандартный ДМС. То есть если раньше мы с вами говорили о том, что, например, для родственника там со скидкой или для родственника там возможность там через несколько лет, то сейчас это уже как бы спускается все ниже. Все больше и больше компаний предоставляют базовые льготы, такие как ДМС и мобильную связь для членов семьи. Более того, каждая компания делает по-разному. Кто-то дает без ограничения, то есть, вдумайтесь, без ограничения количество членов семьи. Вот у тебя там, грубо говоря, пять детей, держи. Но там всегда, как вы понимаете, дьявол в деталях, есть определенные условия. Там, например, со скидкой, либо не со скидкой. Есть тот, кто дает супруге, либо, например, супруге там, супругу и детям, с учетом, например, полной стоимости оплаты от какого-то количества лет отработанных. И это прямо сейчас такая очень важная история. Матпомощь. Раньше, понятное дело, что это всегда было на усмотрение компании. Где-то это было, где-то это нет. Носила очень разный характер с точки зрения выплаты сумм. Сейчас, могу сказать честно, и пообщавшись с коллегами, я понимаю, что это очень важная льгота и ее наличие. То есть сотрудники стали очень-очень сильно ее ценить. Скидки от компании, которые выгодны и интересны. То есть чувствуете, везде, где, возможно, какая-то финансовая выгода по итогу пользуется большим спросом. То есть сейчас, конечно, этот вопрос как никогда Оскар. Кафетерий, льгот. Когда мы говорим с вами про индивидуализацию, как раз-таки кто-то из вас в чате это отметил, что возможность выбора, возможность сделать что-то уникальное для себя. Компания меня ценит. Да, и вот эти все вещи. И, безусловно, инструменты гибкого графика и предоставление средств связи, техники, да, и, конечно же, доступов. Для меня, если честно, было большим удивлением, когда я узнала, что большое количество компаний вернули всех сотрудников в офис. То есть есть ряд очень диджитал, супер-пупер инновационных компаний, которые сказали, нет, никто дома не работает, все вернулись назад. Где-то это продиктовано культурой, да, то есть где-то считается, что невозможно рождение новых идей, если мы не сидим все вместе в переговорке. Но здесь, понятное дело, философия разная, но с точки зрения именно льгот, вот, например, да, могу поделиться своим опытом, я сейчас нахожусь в поиске, да, там, человека в команду, и я могу вам честно сказать, что это чуть ли вопрос не номер два, которые мне задают все кандидаты. А можно, а есть. Это, конечно, прям существенный такой плюс. Так, что же еще? Как вы понимаете, компанбен не ограничивается CNB, да, то есть наш функционал, вот честно, коллеги, давайте скажем друг другу, что наш функционал с вами за последние местные годы очень сильно изменился. То есть если раньше мы с вами, грубо говоря, функционал выполняли на эту коробочку, да, там, то сейчас мы выполняем, я не знаю, на коробищу. Ну вот, и это, кстати, такая тенденция, естественно, по всем направлениям, да, усложнение функционала, за счет, в том числе, автоматизации, за счет того, что бежим быстрее, и вот это вот все. Поэтому, безусловно, я не могла здесь не написать следующее. Автоматизация, и как раз-таки управление численностью, очень много кто в это заходит, и, знаете, здесь нет какой-то практики, делаем самостоятельно, либо покупаем готовые решения. Единственное, что могу сказать, делать самостоятельно супер дорого. То есть я, как, да, эксперт, который находится в этой теме непосредственно, могу сказать, что годовая разработка стоит, я тут недавно считала, как 12 лет подписки на аналогичное приложение. Год разработки. Ну, вы понимаете, а там допиливать, а там еще бантик надо будет повесить через год. Ну, то есть, действительно, рынок интересный, рынок автоматизации есть. Просто в зависимости от степени возможности, ну, конечно же, безопасности компании, да, там принимает то ли бы иное решение, но рынок прям бурлит. Это правда. И расчет переменной компенсации, это из того, что я отметила. Может быть, коллеги тоже накидывайте свои варианты, добавляйте. Релокация. Это стало функционалом CNB, то есть, некоторые коллеги превратились в некое туристическое бюро. Да, здесь ни в коем случае не говорю ни с долей улыбки, потому что ситуация очень сложная. И на нас в том числе, как бы, да, это отразилось. То есть, в плане дополнительного функционала, усиления блока релокации, политики. То есть, если раньше это можно было как-то делать спустя рукава или, знаете, как-то вообще не присутствовало у вас в пакете, то есть, сейчас это большой фокус. Политика, сопровождение, расчет налогов. Да, то есть, это все здесь. Третий пункт. Мой любимый оргдев. Наращивание экспертизы. Да, то есть, лучшие практики. Орг нарезки и структуры. И, кстати, коллеги, да, компанбены, если думаете, куда себя прокачивать в следующем году, да, как развиваться, то я бы вот настоятельно прям привлекла ваше внимание к оргдеву, да, то есть, вот, как компетенция, как навык. Нам это прям супер с вами нужно, потому что я вот смотрю, и это прям очень важный функционал. О, классно! Ира, вижу, да. У нас в трендах в нашей компании весь этот лист. Так, ну, я надеюсь, что у вас там все получится реализовать. А то тут действительно, что не строчка, так очень амбициозная цель. И последнее это комплайнс тоже. Мы должны с вами разбираться очень четко. Приказы, распоряжения, выплаты, быстрое четкое реагирование, что происходит, где мы подключаемся, выплаты, какие должны быть, да, то есть здесь поблажек у нас точно нет. И та экспертиза, и время, как вы понимаете, ресурс, это то, что мы должны наращивать внутри. То есть, если бы раньше, например, я бы вам сказала, что по CNB, ну, например, комплайнс, ну, окей, ты можешь что-то не знать, сходи в кадр, быстренько там пошепчись с коллегой там, скажи там, что надо знать. То сейчас, конечно, такой роскоши нет. То есть вы должны быть полноценным, самостоятельным экспертом в этой области, и здесь надо поднаторить. То есть, наверное, трудовое право, да, то есть орг.дев, я бы вот прямо отмечала, как особенные такие зоны для развития, для прокачки, да, чтобы прям разбираться хорошо в этих вещах. Так, ну что ж, коллеги, какие основные мысли себе забираете, что думаете вообще про этот материал? У нас осталось буквально один-два завершающих слайда, где я расскажу вам про сертификацию GRP, а так, по идее, тренды мы с вами обсудили. Вот. Что думаете, кстати, отзывается, не отзывается, что-то забыла, может быть, кстати, вполне. Коллеги, можно, в принципе, включать микрофон и не озвучивать свои мысли в голосу, если не хотите писать. И спасибо большое Маше, Екатерине и Сейлме, которые у нас с камерами сегодня. Ой, прекрасно, коллеги, дайте я на вас посмотрю. Так соскучилась по всем, нам надо встретиться. Ой, прекрасно, да. Да, очень-очень рада вас видеть. Настя, вот Лариса пишет, что не упомянула ты про мобилизацию. Наверное, это уже тренд. Ну, коллеги, да, смотрите, то есть здесь, наверное, я проговорила это, как бы, да, мобилизацию в рамках истории с комплайенс, да, что мы должны быть с вами очень ориентированы на новые приказы, на реагирование, да, ну, просто как бы немножко это в такой форме завернуло. А так, в принципе, да, это как раз там та мысль, которая в четвертом, да, пункте. Про расширение функционала. Да, 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 как раз-таки E-Shape, вот как мне лично кажется, да, то есть оргдеф, в Казахстане тренд про иностранную рабочую силу. Да, 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 Валерия. Кстати, вот буквально на днях мы были с коллегами в Узбекистане, там тоже такая история, то есть как вознаграждать экспаты, не экспаты, какую ставить вилку, что с точки зрения льгот, как синхронизировать, да, грубо говоря, иностранцев, да, с локалами, то есть у вас сейчас очень-очень большой вызов. И знаете, как Валерия, я бы даже, наверное, отметила историю с культурной составляющей, надо будет туда сильно вкладываться, прям культура, тренинги, вот эта синхронизация внутри, да, это прям важно. Я в Казахстане не была, да, но вот, да, да, но вот я думаю, что вот, как бы поговорив с узбекскими коллегами, я думаю, что чем-то ситуация похожа сейчас. У вас, то есть это вот прям большой вызов, у меня был опыт, я работала в предыдущей компании, и там отвечала за, нас было немного в каждой стране мира, но у нас стран было порядка 50, до разных стран, и в какой-то локации у нас могло быть там 3-4 человека, но такая разношерстность, я помню, вот мы прям убились, у нас прям целая была программа в течение года, мы ее назвали культура, там, ну там культурная, не трансформация даже, а объединение сквозь культуру, да, вот так вот, мы прям очень много туда сил вложили, и, кстати, компонбан в том числе там сильно был задействован. Так, здорово, коллеги, большое спасибо за обратную связь, и давайте тогда напомню буквально вам про сертификацию, да, GRP, что она состоит из 10 прекрасных модулей, что для того, чтобы ее получить, нужно сдать все 10, да, что есть такие флагманы, кстати, мы тут недавно как раз с Женей там разговаривали, какие самые популярные, это GRP, первый, третий, и четвертый, как раз таки, да, которые про базовые функции, про в целом управление совокупным поощрением, про анализ должности и управления базовой заработной платой, вот, помимо этого, переменная плата есть, прям тоже классный очень GR, и кстати, Жень, напомни, пожалуйста, у нас следующий, по-моему, GR шестой должен быть, да, как раз на выходных. Да, 29 числа, коллеги, кто хочет, присоединяйтесь. Да, 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 спасибо тебе большое, потому что мы как раз говорили с вами про переменную часть, меняется, не меняется, уменьшается, трансформируется, будем это с коллегами так-то затрагивать, посмотрим, и что очень интересно, кстати, тоже поделюсь с вами, как раз в Узбекистане мы с коллегами обсуждали переменную оплату, то есть такой был очень интересный выбор, когда, да, там мы с коллегами говорили, там с какой темой лучше поехать, вот наши вот коллеги из Узбекистана прям настояли, чтобы мы обсуждали переменку, то есть для них это тоже очень важная такая тема, вот, так что и кстати в преддверии обзоров заработной платы также могу посоветовать GR 17, где мы говорим про определение стоимости на основе рыночного ценообразования, то есть рыночных ставок и установления конкурентов, конкурентной оплаты труда, не помню, если честно, когда он в расписании, но мне кажется, где-то вот здесь вот очень, и он тоже есть, да, для тех, кто хочет поднаторить в обзорах заработной платы, ну и кстати, у нас есть студенты, которые уже являются не просто студентами, а бывшими нашими аламниями, экспертами, кто уже получил, кстати, статус GRP профессионала, вот, это, конечно, отдельная гордость, да, так что коллеги, если есть, а, спасибо большое, Жень, да, вот ноябрь, да, Елена, GR 9 прекрасен, да, кстати, давайте, Елена, поддержу вас, GR 9, это вообще любимчик, на самом деле, до GR 9 обычно доходят студенты, которые хотят получить сертификацию, ну, как бы вот они идут там по порядку, либо еще как-то, и считается там, что я не знаю про коммуникацию, ну, реально, что вы мне не скажете, я лучше всех знаю, как коммуницировать, и это, конечно, знаете, такое развеивание стереотипов, когда мы проходим со студентами GR 9, мы понимаем, блин, и вот здесь надо, и вот тут надо, и вот тут, точно, да, и мы с вами прекрасно понимаем, что направить письмо, да, там с презентацией, или там написать коллеге внимание, или обращаю внимание, сегодняшнего дня поменялась процедура, да, то есть это, конечно, не коммуникация, а вот, Маш, как интересно, у тебя первый, девятый был, да, 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 а вот мы проводили исследования в CBSD вместе с Женей и с Дашей, и мы поняли, что самый популярный это первый, третий, четвертый, по-моему, так было, если я путаю коллеги, правьте, ну вот, да, все правильно, да, спасибо большое, Жень, так что да, действительно, все очень прекрасные модули, обязательно присоединяйтесь, так, Саша, GR3, только самое сложное, да, Сэлма, спасибо большое, как раз таки намекала на вас, вот буквально недавно вручали вам сертификат, было очень тепло и здорово, да уж, GRP, ну что ж, здорово, спасибо большое всем, коллеги, если есть какие-то вопросы касательно трендов, сертификации, может быть, вы сомневаетесь, стоит, не стоит, смотрите, любые вопросы такого характера, задавайте, пожалуйста, мне, Даше, Жене, мы будем рады вас поддержать, да, и, так сказать, правильно направить вашим выбором, да, да, ну и про тренды, конечно же, да, то есть помним с вами, что ни в коем случае не претендуем на звание трансэтеров года, да, и 2023, просто поделились с вами теми самыми тенденциями, да, которые мне удалось собрать в рамках нашего сообщества, всеинбишного, да, то есть путем разговора и собирания информации с коллег, ну и плюс мировые тренды, которые вот сейчас прям буквально недавно выходили, последние, да, так что всем с вами честно поделились. Ну что ж, тогда передаю слово Даша, Женя, что скажете? Настя, спасибо тебе большое, а я хочу коллег пригласить на нашу следующую встречу в рамках CBSD CNB клуба, которая тоже будет на такую же вотрепещущую тему, как сложные разговоры HR в кризис, она будет онлайн, она будет 3 ноября, там буквально через 2 недели, регистрируйтесь, пожалуйста, будем рады вас видеть на этой встрече. Так, я не в теме, надо зарегистрироваться, как так, коллеги, давайте. Да, Даша, спасибо большое, Настя, приходи. Маша, спасибо большое за идею личную, и встречи, прям у вас мы давно. Я прям с удовольствием всех увидела. Марина задает мне личное сообщение по поводу... Да-да-да, Маша, обязательно придумаем что-нибудь. Марина, отвечу вам в личке, если вы не против, и пообщаться можно по телефону, все расскажу вам про сертификацию, как она устроена, и всем коллегам, кого эта тема интересует, пожалуйста, сигнализируйте. А вот я еще хотела сказать про то, что у нас есть такой телеграм-канал, да, Даша, мы его тоже используем, и как средство коммуникации с нашими студентами, текущими студентами, сертификацией, с потенциальными, поэтому хотите, я вот скину сюда в чат эту ссылочку, и вы можете присоединиться. Там самые актуальные новости про то, что в CDSD происходит, ну вот, в частности, с HR-ом связанное, ой, как сразу столько полетело желающих зарегистрироваться, это здорово, спасибо, друзья. Поэтому, вот, для меня, и мне кажется, для коллег, для Даши, для Насти, конечно, важно, вот эта вот идея, да, сообщества, коммуникация профессиональная, меня вообще, и вот такие подобные встречи, да, и личные встречи, о чем вот Маша говорит, это просто must have. Поэтому, спасибо всем большое за то, что присоединились, и вот этот час с хвостиком на наше профессиональное общение потратили, я думаю, что было очень полезно. Настя, тебе большое спасибо за то, что собрала все самое вкусненькое, свеженькое, актуальненькое, и вот так вот красиво упаковала и презентовала коллегам. Коллеги, если что-то есть сказать, прокомментировать словами, вот включайте микрофон, давайте послушаем голоса друг друга. Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, Жень. Так, вижу, все пишут спасибо, коллеги, да, всем большое спасибо. Слушайте здорово, да, спасибо большое, спасибо вам. Настя, слушать удовольствие, согласна. Поэтому, всем идти на GRP-сертификацию, там много будет. Вот так-то, давайте. Давайте. Да, спасибо большое, коллеги. Так, ну что ж. Да, Даша, давай еще с тобой и с Настей расскажем о том, что помимо GRP-сертификации у нас есть прекрасный тренинг по грейдингу, да, Настя? Ой, божешки, точно. По которой будет проходить 12-13 ноября. И тоже, кому эта тема актуальна, кстати, помните, да, когда Настя спрашивала, какие тенденции темы и тренды видите вы, кто-то сказал слово грейдирование. Я слышала, не опирайтесь. Поэтому про грейдирование тоже можно узнать у нас. Вот такие вот, мы большие молодцы. Приходите все в Себезде. Продолжение следует... Продолжение следует...